Здравствуйте, уважаемые зрители! Телеканал «Спорт» приглашает вас в Петербург. Считанные минуты остаются до начала исторического матча, посвященному проникновению, столетию со дня проникновения, лучшей игры с мячом на российскую землю. Для вас об этом матче будет рассказывать комбинатор Роман Скворцов. Зрелище нас ждет нетривиально и беспрецедентно. Об этом можно говорить безо всяких натяжек. Дело в том, что впервые в истории мирового баскетбола на площадку одновременно в матче выйдут мужчины и женщины. О том, как будет происходить взаимопроникновение культур мужского и женского баскетбола, мы вам расскажем чуть-чуть подробнее попозже. Ну а пока слово Никите Загдаю, который сегодня будет неутомимо сновать с микрофоном вдоль бровки и брать в нечеловеческих количествах интервью участников этого мега-шоу-матча. Никита! Мы сейчас находимся вместе с Сергеем Таракановым, олимпийским чемпионом и генеральным менеджером сборной России, мужской сборной России. При историческом событии, совместная разминка, мужчины разминаются с женщинами. Вы скажите, как генеральный менеджер мужской сборной, у мужчин есть внимание, а у женщин есть результаты. После этого матча можно говорить о том, что вы сможете работать и там, и там? Ну, во-первых, я не согласен с тем, что у женщин нет внимания, потому что, ну, нельзя так сказать. Не было внимания, наверное, совсем бы не было. Хотя, конечно, обидно для мужчин, для мужской сборной, обидно. То, что женщины остаются на таких высоких позициях в мире, мужской результат, скажем так, выглядит похуже пока. Ну, будем стараться. Ну, а если все хорошо у женщин, что там тогда делать? И что менять? Надо работать там, где, может быть, не очень хорошо. Будем пытаться исправлять ситуацию. Совмещать, конечно, это невозможно. Все серьезно. Сейчас профессиональный баскетбол и там, и здесь. Сергей Николаевич, впервые мужчины будут играть с женщинами в одной команде. И многие относятся к этому как к шутке. Ваше мнение, стоит, насколько важно это мероприятие? И стоит ли проводить такие подобные матчи мужчин и женщин в одной команде? Пока не знаю. Это первый эксперимент. Федерация баскетбола придумала такой формат матча, чтобы задействовать и женщин, и мужчин. Потому что, ну, действительно, историческое событие. Сто лет бывает. Раз в сто лет. Поэтому посмотрим. Ну, мне кажется, что интересно. И в какой-то степени смешно. Такой фан такой. Мне кажется, что должно быть хорошо. Девушки наши доказали свою состоятельность. На последних трех чемпионатах мира были в финале. И удивляют некоторые правила этого матча. К примеру, мужчинам запрещено накрывать броски женщин. Неужели наши девушки нужны еще в таких специальных правилах, чтобы их оберегали? А, по-моему, они уже давно доказали свою состоятельность. Как вы считаете? Ну, посмотрим. Ну, конечно, в физических кондициях нельзя сравнивать возможности мужчин и женщин. Это природный факт. Поэтому, конечно же, мужчины должны быть в какой-то степени на площадке джентльменами. И в некоторых моментах давать какое-то пославление. Но посмотрим, для всех для нас это эксперимент. Для всех для нас посмотрим. Я думаю, что вызов какой-то и девчонкам, и мальчишкам. Потому что все играли в каких-то детских, юношеских спортивных школах когда-то играли. Бывало такое. А вот я на своей жизни, например, не помню, чтобы я играл с женщинами. Почти не помню. Здесь две команды, несмотря на то, что микс. Но, тем не менее, две команды. Одну возглавляет Игорь Грудин, другую Евгений Пашутин. За какую болезнь будете сегодня? И спрашиваю, хотя составы команд еще неизвестны. Я буду болеть, наверное, за Пашутина, естественно. Потому что Пашутин является тренером сборной. Дэвид Блад сегодня не может присутствовать. Главный тренер сборной не может присутствовать, что тренирует сборную звезд иностранцев в Италии завтра. И совместить, приобретайте, никак не удалось. Но я, наверное, буду находиться вместе с Пашутиным. Потому что все-таки с тренером я должен быть рядом. Хотя, естественно, симпатии будут на обеих сторонах. Может, похожу туда-сюда. Спасибо, Сергей Николаевич. Напомню, это был олимпийский чемпион, генеральный-менеджер мужской сборной России Сергей Тараканов. И передаю слово комментатору. Ну, судя по тому, какие большие глаза Никита Загдай делал оператору, это значит то, что слово вновь вернулось ко мне. За что, собственно, Никите большое человечество и спасибо. Равно как и Сергею Николаевичу Тараканову, который, судя по выражению его лица, во время интервью рассказал много интересных вещей. Ну, а далее в нашей программе сюжет Андрея Симонова о золотых страницах отечественного баскетбола и за его долгую славную историю. Дайте пленочку, пожалуйста. Было 50 лет, и 60, и 70, и 80, но как-то никто не решался об этом сказать. И вот сегодня мы все же решились это сделать, потому что действительно это огромное, как бы, событие. Сто лет российскому баскетболу. Вековой юбилей лучшей игры с мячом на просторах нашей Родины. Миллионы мальчишек, которые на всю жизнь заболели оранжевой лихорадкой. В принципе, ведь же за все это время, за все это столетие мы были всегда впереди в развитии баскетбола в мире. Ценить следует не только дни и часы, но и секунды. Мгновения решают все в нашем мире. Команда Советского Союза под руководством Владимира Кондрашина обыграла непобедимую сборную США, в финале Олимпийских игр 72-го года в Мюнхене. Первое поражение родоначальников лучшей игры с мячом. И первое. Великая победа отечественных кудесников оранжевого мяча. Те знаменитые три секунды переигрывались три раза. Первый раз судья ошибся, не дав таймаут советской сборной. Второй. Мяч в игру ввели, но секундометрист не запустил время. Третий же раз все пошло по плану. Иван Едешко отдал пас через все поле Александру Белову, и тот, несмотря на двойную опеку, сумел поймать мяч и, главное, забить. Помните эту игру, когда вроде бы и время стало, и вроде бы уже проиграли. И вот эти вот три секунды, которые дали изумительную, это бывает раз в жизни. Даже не раз в сто лет, я думаю, а раз там в тысячи лет, может быть. А может и не будет вообще больше этой ситуации. Не перевелись на Руси богатыри. Хотя в настоящее время мы не блещем на уровне сборных команд, но зато у нашего баскетбола огромные успехи на клубном уровне. В прошлом сезоне российские команды завевали 4 европейских трофеи из 6. В этом году ожидается улучшение результата. Сегодня, например, женская баскетбольная суперлига сильнейшая в мире. Играет 61 иностранка. Из них 39. Это игроки национальных сборных других стран. Из олимпийской сборной Америки из 12,6. То есть весь как бы цвет. Если брать мужской, такая же, в общем-то, картина, где-то 60 человек. 24 из них национальные игроки своих команд. К юбилейному году Российская Федерация Баскетбола начала готовиться заблаговременно. Было принято решение все турниры, проводимые в 2006 году под эгидой РФБ, посвятить празднованию знаменательной даты отечественного баскетбола. Молодежная лига, Кубок Европейских чемпионов по уличному баскетболу и другие. Сила кроется в объединении. Вот как ни странно, именно год столетия выдался и победами в Европейских кубах. Потому что помимо того, что ЦСКА просто очень серьезную победу одержали, они к этому шли очень долго. В 71-е годы, по-моему, у нас не было кубка. Вот, это целая эпоха тоже, целые два поколения без кубка прошли. Кубок Улев выиграли. Мы выиграли и с женщинами Кубок Европы, Спартак видны. Но и в других кубках, в общем-то, наши клубы были в финалах. Кстати, женская сборная у нас чуть-чуть им как бы не повезло, они проиграли в финале, но они такую сенсационную победу одержали на сборной Америки, просто разгромив ее. Началом баскетбола в России принято считать декабрь 1906 года, когда в зале офицерской школы в Санкт-Петербурге состоялся первый в России баскетбольный матч между лиловыми и зелеными. Сегодня же в северной столице присутствие всех звезд и важных персон баскетболевого мира гарантировано. На праздничном торжестве своих обладателей уже дожидаются 68 наград от Министерства обороны, 30 благодарностей от президента. К эпохальному событию в истории российского баскетбола начали готовиться заранее и с большой ответственностью. А главное, проявили оригинальность. Ну и, конечно, необычную мы решили сделать игру. Раз в сто лет, давайте один раз в сто лет сделаем необычную игру. Такой смешанный драфт мужских и женских игроков. Причем они будут не назначаться до игры, а именно прямо на площадке будут выбираться. Для баскетбола очень четкий пример. Не надо заливать катков, не надо снаряжения, не надо коньков, не надо клюшек, не надо лыжного, высокого, дорогого снаряжения. Нужна корзина. Возникли у нас небольшие технические проблемы, но верим в то, что все преодолимо. И надеемся, что мы свяжемся с Романом Скворцовым, которым находится непосредственно на месте событий. Ну а пока что вместе с вами за этим прекрасным действием буду наблюдать я, Михаил Семин, из Москвы. И вот началась церемония драфта. Роман вам уже сказал вкратце о том, что здесь именно по такому дворовому принципу будут выбирать игроков-наставники. Но и вот коллективы выглядят таким образом. С одной стороны главный тренер женской сборной Игорь Грудин в паре с секс-наставником сборной России Станиславом Еремином. С другой помощник главного тренера мужской сборной Евгений Пашутин с наставником олимпийских чемпионок 92-го года Евгением Яковлевичем Гомельским. Ну и ничего удивительного нет. Выиграв право выбирать первым, Игорь Александрович Грудин набирает себе команду своих проверенных бойцов. Первую выбрал, конечно, в этом не было никаких сомнений, нашу великую Марию Степанову. Следом за этим Евгений Пашутин и Евгений Гомельский взяли Алексея Саврасенко. Ну и вот больших здесь собирают. Единственное нет. Очередность все-таки меняется. Чтобы было справедливо, выбирают сначала тренеры одной команды игрока женщину, затем игроки второй команды мужчину, и меняются наоборот. Так что, видите, немножко я ошибся, но и все совершенно логично. Никита Мургунов у нас отправляется в команду к Марии Степановой. Вот такая пара больших, которым можно позавидовать. Никита Мургунов, Мария Степанова, ну и другая пара тоже очень хорошая, Алексей Саврасенко, Татьяна Щеколева. Станислав Кирюбин выбирает игрока девушку. Ольга Артешина. Ну опять же Игорь Грудин и Станислав Кирюбин берут еще одного правильного борца Игоря Александровича Грудина, Ольгу Артешину. Ну не секрет ни для кого из вас, что это игрок из сборной России, самарского клуба ЦСКА, которым руководит Игорь Александрович Грудин. Еще раз вкратце напомню, что все правила как обычно, разве что мужчинам запрещено накрывать женщин, об этом много было разговоров, и, наверное, еще об этом поговорим. Ну и пункт номер два. Сначала первую половину команды проводят, имея в составе трех баскетболистов и двух баскетболистов, а затем наоборот. Евгений Яковлевич в очередной раз напоминает, что любит молодых игроков. И берет себе Антона Подкрашова. Кто знает, может быть, Антон когда-нибудь окажется в Динамо, хотя сейчас Антон Подкрашов очень неплохо себя чувствует в составе ЦСКА. Ну, первые лица на наших с вами экранах. Хотя все-таки сегодня в центре внимания будут баскетболисты и зрители, потому что это праздник для всех нас с вами, всех поклонников баскетбола, да и спорта в целом. Антон Подкрашов последний матч очень неплохо проводил. Шепчу сейчас здесь о чем-то. Министр обороны, представитель политического совета РФБ Сергей Иванов и губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко. Может быть, думают, кого бы они взяли себе в команду. Светлана Абросимова, но Евгений Аковлевич всегда очень тепло относился к Светлане, да и можно ли к Светлане относиться по-другому. Кстати, я очень надеюсь, что скоро, когда у Светланы будет свободное время, она и у нас на канале появится. Дай бог мы будем показывать матчи женского чемпионата России. Светлана Абросимова говорила о том, что очень хочет и готова покомментировать матчи. Ну а Светлана говорит, отлично. Один из немногих наших игроков, выступающих стабильно и на очень хорошем уровне за океаном. Игрок очень умный и человек очень умный. Ну и просто добрая, милая девушка и очень сильная баскетболистка. Пока что давайте смотреть просто, как команды комплектуются, а потом уже обсудим, на чьей стороне есть определенное преимущество. Так, кого уберут? О, вот это любопытно! Игорь Александрович Грудин и Станислав Георгиевич Еремин берут Сергея Моню. К чему любопытно, потому что очень хотел в этом сезоне увидеть Сергея Моню в составе «Динамо». Евгений Яковлевич Гомельский и серьезные силы были на это руководством «Динамо» направлены. Сергей в клубе оказался. Ну, конечно, пока все не очень здорово у Сергея складывается. Не хочется об этом сегодня рассуждать. Конечно, здесь много около игровых причин. Конечно, и Сергей, просидев весь сезон на скамейке за океаном, может быть, немножко подрастерял игровую форму. Но мы видим, с каким желанием играет Сергей. В последних матчах начал прибавлять. И верим в то, что у Сергея все будет в полном порядке. Действительно, очень талантливый наш... Да и сильный игрок, почему талантливый, состоявшийся уже. Наталья Водопьянова. Следующий выбор Игоря Александровича Грудина и Санислава Георгиевича Еремина. Игрок нашей сборной. Можно сказать, одна из главных героинь чемпионата мира в Бразилии. Потому что от Натальи ожидали хорошей игры. Она не первый год играет в сборной. Но не ожидали, что она возьмет на себя лидирующие качества, входя в игру со скамейки. И будет столь уверенно действовать. Брать много подборов, идти в проход под кольцо. И собирать очень много важных очков. Ну, Евгений Пашутин берет своего подопечного по ЦСКА, Никиту Курбанова. Может быть, конечно, времени на работу с игроками будет и не очень много. Но... Все-таки приятнее, наверное... Вернее, надежнее. Иметь в составе игроков, пусть на один матч, тех, которых ты хорошо знаешь. Никита Курбанов. Игрок ПК ЦСКА. Ну и один из главных героев того молодежного чемпионата. Игрок девушка. Ирина Осипова. Игрок выигранного нашими... Ирина Осипова. Выигранного нашими молодыми ребятами. Выбор. Евгения Пашутина, Евгения Яковлевича Гомельского, Ирина Осипова. Сейчас выступает за «Спартак» в Московскую область. Тоже серебряный призер чемпионата мира в Бразилии. Ирина там играла немного. Но на то были объективные причины. Все-таки Ирина у нас недавно стала мамой. И хоть она и была за океаном, за океаном практически не играла в этом. В сезоне игровой практики было немного. Но веселая девушка, способная отпустить какую-то интересную шутку. Ну и, конечно, игрок тоже очень неплохой. А это уже старые добрые связи. Сколько лет руководил Станислав Георгиевич Еремин казанским «Униксом»? И сколько лет одним из ключевых игроков его команды был Петр Самойленко? Вот Петр появляется сейчас. Честно говоря, до сих пор, когда говоришь про «Уникс», первая ассоциация – это Станислав Георгиевич Еремин. Ну и Петр Самойленко не последний, конечно, человек тоже. Чье имя приходит на ум при словосочетании «Казанский Уникс». Игрок с девушкой. Оксана Грахматулина! Ну, это было очевидно. Кстати, вот это для меня сюрприз. То есть то, что Оксана должна была оказаться в Санкт-Петербурге, это было очевидно, но Оксана получила неприятную травму. По-моему, буквально дней 10 назад, может быть, пару недель, поэтому не ездила она на предыдущий матч московского «Динамо». В Санкт-Петербург против «Балтийской звезды» Оксаны очень не хватало. Оксана, ну что про нее говорить, кто видел полею матч чемпионата мира в Бразилии, все отлично про Оксану Грахматулину знает. Были у нас две прекрасные защитницы, Аня Архипова и Оксана Грахматулина. Анна после олимпийских игр ушла, теперь у нее прекрасная двойня. Ну а Оксана Грахматулина теперь у нас основной, практически незаменимый, основной разыгрывающий сборной. А вот и Федор Лихалитов отправляется в свое родное «Динамо», образно выражаясь. Сейчас Федор защищает цвета подмосковного «Динамо». Но в минувшем сезоне играл в московском «Динамо». Именно там все ждали, что Федор раскроет свой талант по-настоящему. Немножко не хватало Федору игрового времени. Вот показывает Федору, газу-то добавь. Ну, уж кто скажет, так скажет. Это, конечно, Федор. В подмосковном «Динамо» сейчас Федор, может быть, тоже играет. Немножечко не столько, сколько ему хотелось бы его поклонникам. Но уж когда выходит на площадку, кольцо едва не отрывает. Так что болельщикам сегодня есть на что посмотреть. А руководству дворца спорта побоятся, когда Федор будет неподалеку от кольца. Да и подалеку тоже. Он прилететь может из-за трехочковой зоны, вколотить мяч. Сверху. Марина Карпунина, еще одна наша мама. Вот третья мама уже появляется здесь на паркете. Первая была Мария Степанова, вторая Ирина Осипова, третья Марина Карпунина. Притом Марина совсем недавно, по-моему, в прошлом году была признана лучшим молодым игроком. Вот самая молодая мама. Тоже игрок сборной России, игрок Спартака Московской области. Тоже на чемпионате мира Марина играла немного. Она и Ирина Осипова. Жили они, кстати, вместе. Но, тем не менее, нет никаких сомнений, что Марина будет играть еще очень долго за сборную России в самое ближайшее время. Равно как и следующий игрок, появляющийся сейчас в составе одной из команд. Виталий Фридзон. Вот там за его спиной скромно, так сказать, Ирина Соколовская. Мне, честно говоря, странно, что никто не выбрал. Но про Ирину скажем, когда она на паркете появится. Ну, а Фридзон, открытие, если мы уже говорим об открытиях, молодых игроков. Открытие где-то двухлетней давности, полуторалетней. Тогда, мы помним, впервые появился он в составе Химок неожиданно в серии плей-офф. И как себя проявил. Ну, и в сборной Виталий старается не тушеваться. Играет девушка. Елена Данилочкина. Елена Данилочкина. Мягко выражаясь, образно скажу, есть все шансы, что Елена Данилочкина признают как раз лучшим молодым игроком нынешнего сезона. Ну, в числе соискателей этого приза три баскетболистки. Елена Данилочкина, Екатерина Лисина и Ольга Яковлева. Елена Данилочкина выступает за подмосковное «Динамо». И не все гладко получается подмосковное «Динамо». Очень хорошие игры чередуются с не очень удачными. Именно Елена Данилочкина играет в каждом матче на очень высоком уровне. И один из самых результативных игроков нашей Суперлиги. Никита Шабалкин. Кстати, как приятно. Матч всех звезд. Да, я практически про каждого игрока говорю. Молодой. Но понятно, что игрок сборной. По-другому практически быть и не может. Все ребята молодые, талантливые, хорошие и очень сильные. Ну, Никита Шабалкин отдан в аренду. Так, конечно же, игрок ЦСКА. И, кто знает, может в следующем сезоне мы будем наблюдать за ним в Евролеге. Ох, как девушки-то танцующие хотят с Никитой Шабалкиным поближе познакомиться. Екатерина Демагина. Екатерина Демагина появляется у нас на паркете. Тоже, можно сказать, одно из главных открытий минус чемпионата мира в Бразилии. Вот к разговору об Анне Архиповой и Оксане Рахматулиной. Очень было неожиданно, что Катя, появившись сразу на чемпионате мира в основной сборной, будет входить в игру со скамейки и входить так уверенно. Не просто давай передохнуть Оксане Рахматулиной. Но чувствую себя настоящим плеймейкером. Настоящим первым номером. Встроя классные комбинации. Не вспомню ни одной игры, когда Катя стошивалась бы. И вот точно я переживала, волновалась. Родственники из нее дома болели. Даже звонили. Показалось им, что я в какой-то игре в ремкомментарии Катю покритиковал. Но такого не было. Я думаю, мы сегодня увидим, как Екатерина будет здорово раздавать передачи. Не пожалеет сегодня передача для партнеров и Николай Падиус. Ну что? Николай Падиус. Как в свое время про него говорили, нам не важен. Кольца Радиус все равно забросит мяч Коля Падиус. Так будет и сегодня. Сейчас играет за подмосковный Динамо. В прошлом году был лидером греческого Ареса. И просто немножко не пошло. У Николая в финале Кубка улеп. И слава богу для всех нас. Потому что если бы в него пошло, московские генназцы могли бы, наверное, не выиграть. По крайней мере, им было бы очень-очень тяжело. Екатерина Лисина. На следующий выбор Игоря Грудина. Именно ей он доверил в этом году место второй центровой сборной. Ну, второй-третий наряду с Ириной Осиповой. Выбор был у Игоря Александровича определенный. Скажем так. То есть было из кого выбирать. У нас, к счастью, с девушками нет проблем. Позиций пятого номера. То есть есть, конечно, Мария Степанова. Единственное, неповторимое. Но кого еще взять в сборную, с этим особых проблем не возникает. Был выбор Марина Кузина или Екатерина Лисина. Марина, к сожалению, сейчас приболела. Она находится в Екатеринбурге и не прилетела в Санкт-Петербург. Уграет она сейчас за ОГМК. Играет очень здорово. И Марину Кузину, я надеюсь, что мы увидим на чемпионате Европы. Ну, а Екатерине Лисину тоже. Вот тоже, говорю, надеемся. Но хочется Екатерину Лисину увидеть. И Марину Кузину. И Ирине Осиповой, да бог удачи. Ну, и, конечно, Мария Степанова. Только бы не было травм. Егор Вяльцев. Еще один шоумен. Это я продолжаю тему Николая Падилса, наверное. Веселый парень. Хороший, разыграющий. Сколько у нас сегодня плеймейкеров славных на площадке соберется? Евгений Павелевский. Ирина Соколовская. Ну, вот, наконец-то Ирину Соколовскую выбирают. Ну, Ирина Соколовская. На мой взгляд, один из сильнейших игроков российского чемпионата. В прошлом году чемпионате Европы она была в сборной. И вот помнится даже первый матч, когда она вышла на площадку. И за 4 минуты набрала 10 очков. Несколько подборов сделала. И так уверенно вошла. Но потом чуть меньше Ира играла. Но очень уверенная в себе и в плане игры, и в жизненном отношении. Очень сильный игрок, добрый человек. Ну, сейчас в Вологде Чувакате у нее все идет здорово. Этому, наверное, способствует то, что команда руководит ее отец. Борис Ильич Соколовский. Но здесь вовсе Ира играет в составе не потому, что папа тренер. А потому что Ирина Соколовская, без сомнений, один из лучших игроков России. Сергей Быков еще один, один из лучших молодых игроков. Ну, этот сезон у него в московском «Динамо» пока проходит чуть скромнее, чем шел сезон предыдущий. Ну, а тому способствует и конкуренция в составе. Тревесы Хэнсона все-таки взяли. И, по сути, с ним приходит Сергей Быков конкурировать за место в составе. Но Сергей еще свое слово не раз скажет. В этом мы с вами все тоже не сомневаемся. И в этом сезоне, думается, тоже. Вот в прошлом году как раз вы видели, как Сергей Яковлевич пожал руку Сергея Быкова. Я помню первый матч Кубка Улев, когда в первом же матче Душных Крючев бросил Сергея Быкова. И как раз Сергей Яковлевич тогда отзывался на эту тему. Говорил, что он очень рад, что Душных Крючев доверяет Сергею Быкову. И понимает, что это совершенно не случайно. Сергей хорош. Итак, следующая баскетболистка Елена Карпова. Тоже средний призер чемпионата мира в Бразилии. Тоже приятно ее видеть, потому что буквально вчера она не играла за УГМК. УГМК встречалась с надеждой в Кубке России. И Елене Карповой тоже были определенные проблемы со здоровьем. Ну вот, приехала Елена. Я говорю про смелость игроков, умение взять игру на себя. Но вот кто абсолютно... Никто... Кто никого не боится, кто смело всегда берет игру, это Елена Карпова. Ну и, по-моему, последний, как говорится, по списку, но не последний по значимости. The last but not least, как говорят американцы. Федор Дмитриев. Его, конечно, у нас особенно тепло. Приветствует питерская публика. Ох, по-моему, даже тут тяжеловато его вести. Байкеру, даже мотоцикл. Ну, там не так много лошадей по сравнению со спортбайками. Но все равно не поддерживает мощи Федора Дмитриева. Ну вот теперь давайте посмотрим на состав, потому что вы видели, как шел выбор. Составы команды можно будет целиком увидеть сейчас и понять, у кого, может быть, будет определенное повреждение. Огромное спасибо командам, тренерам. Команды начинают подготовку к матчу всех звезд. Итак, команды начинают подготовку к встрече всех звезд. Ну вот они, все звезды на наших с вами экранах. Составы равны. И верим в красивую игру. Всем удачи. Ну и ненадолго прерываемся. Итак, добро пожаловать обратно во дворец спорта юбилейный, где только что началась встреча всех звезд российского баскетбола, посвященная столетию этой замечательной игры в России. Стартовые пятерки команд на площадке. Ну и сразу о необычном формате этого матча звезд. Смешанные команды на паркете. В первой половине встречи на площадке должно находиться по три мужчины и одной, и двум девушкам, естественно. Ну а сейчас Никита Мургунов продемонстрировал еще одно из правил. Светлана Бросимова проходила под щит белых. Мужчинам запрещено в этой встрече закрывать броски девушек в прыжке. Ну, собственно, Никита и позволил сопернице бросить по кольцу, но Светлана, не привыкшая, видимо, к таким подаркам, промахнулась. Команды, ну, по существу представляют они из себя национальные сборные России, мужскую и женскую. Соответственно, так вот, они были поделены пополам и тщательно перемешаны методом так называемого дворового драфта, когда наставники этих команд по очереди набирали себе игроков. Ну, здесь Мария Степанова решила Ковросиму вот так же не накрывать. И Светлана с трудом, но забила, уговорила мяч попасть. Так вот, право первого выбора принадлежало тренерской бригаде Игорь Грудин, Станислав Еремин. И Игорь Грудин, не задумываясь, выбрал под первым номером этого своеобразного драфта Марию Степанову, свою подопечную по самарскому ЦСКА. Ну, а Евгений Пашутин и Евгений Гомельский, тренерская бригада красных, также решила сначала выбрать центрового, Алексея Саврасенко. Ну, и затем такую довольно внушительную селекцию провела. То есть, что мы имеем на данный момент по составу? Красные лучше укомплектованы на позиции больших, как мужской, так и женской части. Больше у них плеймейкеров. Но, с другой стороны, более такой высокий шоу-потенциал, что ли, на мой взгляд, все-таки у белых. Есть такой мастер, как Николай Падиус. Мария Степанова может забить сверху, чем, собственно, не элемент шоу. Ну, и Сергей Моня. От него в любой момент можно ожидать сумасшедшего танка, ну и точного броска. Ну, и давайте, собственно, о составах. Белый, у белых сейчас на площадке. Петр Самойленко, Сергей Моня, Никита Мургунов. Ну, здесь бесполезно различать баскетболистов по номерам. На спинах у них у всех число 100. О, ух ты, какую передачу Моня на Водопьянову выдал. Просто сказочную. И его подруга по команде не промахнулась. А в этом эпизоде Наталья Водопьянова. Ну, по протоколе 26-й у нее номер. Но на спине, как и у всех остальных участниц этого матча, число 100. Ну, и Мария Степанова. Пятый игрок команды белых. У красных на паркете армейская троица. Алексей Саврасенко, Никита Курбанов, Антон Панкрашов. Ну, и прекрасную половину человечества представляет Светлана Обросимова и Татьяна Щеголева. Ну, и сразу смотрим. Девушки все-таки держат друг друга. Здесь не обняли. Предпочли пока не идти на смелые эксперименты. Не сталкивать баскетболистов с баскетболистками лицом к лицу. Ну, но по ходу каких-то взаимодействий могут быть эпизодически возникать. Такие моменты, когда парни будут опекать девушек и наоборот. На старте этой встречи, такую перестрелку мы с вами наблюдаем. Моня отметился двумя попаданиями из-за дуги. А вот сейчас Антон Панкрашов ответил Сергею. И двойная замена у белых. Николай Падиус и Екатерина Лисина появляются на паркете. Мария Степанова и Петр Самойленко присели отдохнуть. Ну и отвечает Евгений Пашутин, который меняет вот эту всю армейскую троицу. Панкрашова, Саврасенко, Курбанова. И на площадке появляются Федор Лихолитов, Никита Шабалкин и Егор Вяльцев. Запутались немножко орбиты в толковании этого эпизода. Михаил Давыдов после долгих колебаний отдает мяч красному. Действительно, там Моня не сумел выловить передачу Водопьянову и его боковой линии. Ну и да, собственно, коротко о судьях. В каждую четверть этого матча будет судить новая судейская бригада. Так вот, в первой четверти Михаил Давыдов, наш прославленнейший, наверное, самый знаменитый арбитр. Ну и кроме Давыдова помогают Наиль Саидгалиев и Елена Чернова, девушка-арбитр, арбитр ФИБА. Работала она на крупнейших международных женских турнирах. Ну и мы верим, верим, что вскоре будет и мужские соревнования самого высокого грудня Елена Чернова обслуживать. Ну вот Егор Вяльцев первый слэм-данк в этом матче произвел. Николай Падюс тут же отвечает выстрелом из-за дуги. Но вот белые пока-пока свои проблемы в этом матче решают за счет бросков с дальней дистанции. Хотя вот опять же, Сергей Фоди мог бы как-то другими бросками порадовать почитателей своего таланта. Ну и вновь замены, тайм-ауты. Честно говоря, очень непросто уследить за тем, что происходит на паркете. Ну, табло. Райц 13-13, 5-25 остается до конца первой четверти. Ну и еще несколько слов о процедуре драфта. Ну, до последнего момента тренерская бригада, состоящая из двух Евгениев, Пашутина и Гомельского, давала сопернику возможность укомплектоваться разыгрывающими. Но в конце концов, все-таки в свою команду Евгений Пашутин и Евгений Гомельский привлекли и Егора Вяльцева, и Сергея Быкова, и Антона Бонгарашова. Ну, пока равенство на табло, равенство в игре. Игорь Грудин довольно энергично провел этот минутный перерыв, подсказывая подопечным мужчинам, как им нужно действовать. Евгений Пашутин отправляет на площадку своих, а так смотрим. Красных на паркете лихолитов, шабалкин, вяльцев. Также вошла в игру Екатерина Демагина, защитница Лиловны Чавакаты, и Ирина Осипова, представляющая подмосковный «Спартак». Ну и вот, Екатерина Демагина, первый же бросок в этой встрече, в ее исполнении достигает цели. Отлично! Отлично! Кто поделится, кого-то красные! Ну так, что и следовало ожидать. Действительно, в зале нет никакого разделения по цветовому признаку. Одинаково активно поддерживают и красных, и белых. Вновь очередной обмен трехочковыми бросками состоялся. Николай Падиус на попадание Демагиной ответил. Здесь Михаил Давыдов усмиряет Падиуса и честно на пальцах показывает номер 100, срывая овацию трибун. Евгений, это не количество фолов, это номер провинившегося баскетболиста, подсказываю я судей-информатору, не слышит он меня, но неважно. Главное, чтобы мы помогали друг другу. Падиус едва не затоптал Лихолитова, ой, прошу прощения, Вяльца на трехочковой дубе, а Шабалкина попадает со средней дистанцией. Парашют пытаются сыграть белые, едва заметным кивком договорились между собой Моня и Падиус, но Николай так плохо навесил, ух ты, Вяльца, Егор от забора забивает, но теперь, по всей видимости, Моня будет навешивать, а Падиус пытается забить сверху. Падиус врывается и да. В общем, Сергей и Николай как-то немножко не своим делом занимаются, взяли они на себя организацию игры и, в общем, не очень у них получилось. Виталий Фридзон появляется на площадке в составе белых, а у красных Сергей Быков. Громче, громче, громче! Федор Лихолитов для тех, кто в танке продублировал указания Екатерины Тимагевой, плеймейкера красных, и Егор Вяльцев очень здорово открылся, поразил цель с дальней дистанцией. Ну вот со второго дубля Виталий Фридзон все-таки навесил Николаю Падиусу, тот воткнул мяч сверху, повисел на глазах у Федора Лихолитова, ну а Федор-то, я не думаю, что останется в долгу в таком матче, такой мяч колотит. Очень хотелось бы, чтобы это произошло. Обратите внимание на Михаила Давыдова. На Михаила Давыдова невозможно не обратить внимания. Молодые арбитры, учитесь! Вот наверняка, если смотрите вы подробно наши репортажи на канале «Спорт», помните, что ваш покорный слуга, он просто нечеловеческую симпатию Луиджи Ламоники испытывает итальянскому арбитру, которого он называет просто классикой жанрой, восхищает, не устает восхищаться его пластикой и точностью движения. Так вот, Михаил Давыдов-то, честно говоря, знаменитому итальянцу даст форы 100 очков вперед, а то и все 150. Афул здесь выписали Ирина Осипова и напомнили Михаил Давыдову о том, что девушкам сегодня можно все. Продолжает, делает шоу наш известнейший арбитр и очень неплохо у него это получается. Попадет на трехочковой дуге, но отсюда Николай вряд ли прыгнет и забьет мяч сверху, Саврасенко готовится вернуться. Ну, что у нас со счетом? Как увлек себя происходящим на площадке? 26-20, красный впереди и увеличивается их преимущество. Это, опять же, свежебоявшаяся на площадке Ирина Соколовская забивает очередной мяч. Но вот смотрите, у красных девушки значительно больше очков забивает, нежели чем у белых. Но вот Екатерина Лисина сейчас отвечает на это высказывание вашего комментатора. Но обратите внимание, каждая девушка, появляющаяся на площадке в красной форме, тут же атакует, тут же и предоставляет галантно партнеры право на бросок. И реализуют эти броски. Но вот Федор Лихолитов по-своему делает шоу. Если к броскам Федора Дмитриева точно мы за дуги, мы, в общем, люди привычные, то вот трюльника от Феди Лихолитова не ожидали мы, честно говоря. А сейчас неплохо, неплохо получилось. То есть парашютик Вяльцев и Лихолитов исполнили. А Евгений Пашутин тут тайм-аут хочет взять. Очень хочет он как можно быстрее выпустить на площадку Саврасенко и Панкрашова. Но Егор здесь вообще не защищается. Практически сразу убегает в прорыв, залезает в офсайт. Компаниятором тоже можно пощадить. Очередной промах. Ну вот у Белых разладилась работа дальнобойной артиллерии. Минус 11 уже у них сейчас. А я бы предложил Саврасенко и Панкрашова, знаете, так, по ходу встречи провести эту замену. И появиться на площадку. Вяльцев отправляется на баночку. Вместо него Панкрашов войдет в игру. Ну а Саврасенко, видимо, Федор Лихолитова снимет. Еще очень любопытно проходила разминка команд перед этим матчем. Алексей Саврасенко первым из баскетболистов появился на паркете. Где-то за полтора часа до начала красочной церемонии открытия этого матча сосредоточенно точил бросок. Даже пару раз бросил трехочковые, но не забил. Поэтому пока не пытается он исполнять этот баскетбольный элемент. А потом вышли девушки, как-то стесняясь и рабея. Площадка уже была заполнена представителями сильной половины человечества. Ну и Алексей Саврасенко самым настоящим джентльменом себя показал. Так галантно вынул мячи из специальной коробочки. И предложил девушкам не стесняться и, в общем, чувствовать себя как дома. Девушки с благодарностью приняли этот жест центрового национальной сборной России, центрового ЦСКА, который, кстати, очень здорово провел последний матч Евролигии. Армейцы трудовую победу в Греции одержали над Арисом. И Алексей Саврасенко стал самым результативным игроком того матча. Ну вот и у белых заработала из-за дуги. Елена Данилчкина прервала довольно продолжительную серию попаданий. Петр Самойленко погнался за Михаилом Давыдовым. Забавная интермедия, но здесь львиную долю аплодисментов, думается, все-таки Петр Самойленко срывает. Хотя, конечно, и Давыдов блестяще подыграл. Ну что, Гарнем Глоупт Роттерс в плане шуток, в плане такого около баскетбольного антуража может многому научиться, просмотрев кадры этого матча звезд, посвященного столетию российского баскетбола. Ну что касается чисто баскетбольных элементов, трехочковый в исполнении Федора Лихолитова мы увидели. В общем, такой серьезный раритет. Пару слэм-данков мы также увидели. А вот тут едва не состоялся алиуп. Такой смешанный Данилочкина. Очень неплохо, на мой вкус, навесывал Виталию Фридзону, но тот забить не сумел. Вот Антон Панкрашов прокатил мячик. И какой пас Карпуниной отдал под кольцо. Марина не промахнулась. Так поблагодарила сейчас, возвращаясь. Так повернулась к Антону и сказала спасибо. Читалось это по губам. А вот Антон Панкрашов ведет своих в раннее нападение. Скрытый пас. И Алексей Саврасенко забивает сверху. Ура, ура. Ищу я глазами генерального менеджера российской сборной Сергея Николаевича Тараканова. Да, он доволен. Он доволен тем, что его подопечный внял. Наконец-то учеванием из-под кольца вколотил мяч. Сверху молодец Алексей. Ну и здесь Антон Панкрашов умудрился даже не спортивный фол получить. И на всякий случай опять же Михаил Давыдов пошел прятаться под судейский столик. На случай, если Панкрашов надумает мстить. Дмитриев забил этот мяч. И что у нас? За 18 секунд до конца первой четверти 39.26. Красные впереди. Ну что, по полной программе будут использовать время на атаку. Убивает время Виталий Фридзон в центре площадки. Пошло взаимодействие Дмитриев. Открывается под кольцо. Великолепная скидка. И, в общем, безумству Елены Даниловичкиной. Нет, прошу прощения. Безумству Екатерины Тимагиной поемной песню. Стояла она на пути. Дмитриева в тот момент, когда скалачил мяч сверху. Но не трогнуло. 39.28. Красные впереди. У нас небольшая пауза. Итак, вторая четверть матча баскетбольных звезд России готова начаться. Вот-вот красные выиграют у белых после 10 минут игры. 39.28. И на площадке у красных стартует пятерку. Евгений Пашутин, недолго, думаю, отрежает. На паркет. Антон Панкрашов, Никита Курбанов, Алексей Саврасенко, Татьяна Щеголева и Светлана Обросимова. Что касается белых, которые пока отстают, которые довольно долгое время держались за счет дальних попаданий, но затем разладилась. Стрельба из-за дуги у белых. Приотстали они. Итак, Фридзон Моня, Никита Мургунов на площадке. Мария Степанова, которая выиграла сейчас на старте второй четверти спорной не у кого-нибудь, а у Алексея Саврасенко. И Наталья Водопьянова. Сейчас Саврасенко под кольцом остановившая. Панкрашов. Саврасенко против Фридзона оказывается. И довольно уверенно Алексей. Поверх рук соперника отправляет мяч в цель. А здесь самонаводящийся пас на Наталью Водопьянову. И из-под кольца она не промахнулась. Не имела права просто после такой передачи партнера. Саврасенко. Вот и Алексей трехочковым отметился. Все сгорело. Срочно требуется ввести это дворовое правило. Красные так как-то оторвались в счете. Но за такие промахи нужно наказывать. Федор Лихолитов свой трюльник забил. Саврасенко не получилось. А здесь шаг-атак Гурбанова на кольцо белых. Ну и Фридзон мстит Саврасенко за эпизод случившейся минутки полторы назад. А вот еще один перехват в исполнении Виталия Фридзона. Ой-ой-ой. Красоты этому эпизоду Панкрашов добавил. Выпрыгнул он вместе с Виталием. Попытался тому помешать. Если бы накрыл просто сумасшедший блокшот был. Сергей Мони. Очередной перехват белых. Ищет Мони кому навесить. Навесить хотел Мони, но никто не открылся. Никто не проникся. Идея остро атакующего паса у Мони в этой атаке. Пришлось играть просто. Ну а простая игра в матчах звезд противопоказана. Конечно же, в общем, поэтому, наверное, и не сумел Никита Моргунов мяч укоротить. Замена у красных произошла. Шабалкин появился на площадке. И Егор Вяльцев. Саврасенко пока остается на паркете. Ну идет игра у Алексея. Ну и кроме того, трехочковую ему нужно забить по-прежнему. Степанова выигрывает свой счет. Вообще, довольно хорошим темпом проходит игра. Естественно, не совсем на полную выкладывающуюся поспешно площадке. Особенно в защите. Но с другой стороны, опять же, сегодня мы хотим видеть красивые моменты. Хотим видеть броски сверху. Хотим видеть сумасшедшие по замыслу исполнению передач. Это пока есть. В игре присутствует. Но вот другое дело, что с уходом Михаила Давыдова, а новая судейская бригада обслуживает вторую четверть, как-то поубавилось изюминки в около баскетбольных действиях. Чудо-пас Вяльцева. Но тут уже пора выходить и что-то другое придумывают. Но вот сжалились арбитры над белыми и зафиксировали три секунды. Ирина Осипова, Екатерина Тимагина и Федор Лихолитов появляются на паркете у красных. У белых увижу я Николая Падиуса. Но Екатерина Лисина готовится появиться на паркете. Падиус, скидка на Марию Степанову. И Мария промахивается и смотрит, что происходит. Водопьянова выигрывает щит у Федора Лихолитова, давая своим партнерам шанс еще на один бросок. Могу себе представить, как тяжело было Феде сейчас не взлететь. А даже не в том, что... Аккуратно, аккуратно, Федор! Ну что ж такое? Дело... Дело не в том, что... Как бы... Очень хотелось ему накрыть бросок именно Марии Степановой. Хотя, в общем, это тоже эксклюзив. Немногие из нас, сидящих у экрана со телевизором, могут похвастаться тем, что накрывали броски Марии. Но давайте вспомним даже из прошлых лет, Федор Лихолитов просто рефлекторно смакивает все мячи, летящие в кольцо, в том числе уже которые прошли свою высшую точку и которые априори будут засчитаны. И постоянно ругали его наставники тогда еще столичного Динамо за то, что из-за таких вещей по 6-8 очков дарили сопернику, дарил Федор собственноручно сопернику. И вот сейчас в этом эпизоде, когда Мария Степанова оказалась в непосредственной близости от него, Федор удержался, остался на земле и так даже руку не поднял. Ну в общем тоже хороший элемент тренировки на соблюдение командной дисциплины. Вот нельзя крыть, хочется, а нельзя. И не кроет, видите какие молодцы. Ну и кстати о санкциях. Если юноша накроет девушку, получит фолк. Итак, красные возвращаются на площадку в составе Димагина, Осипова, Вяльцев, Лихолитов и Шабалкин. Фризон, Моня, Бадиус, Лисина и Водопьянова на площадке у Белых. Вот Екатерина Димагина, защитница Вологды, очень уверенно вошла в игру, тут же забила трехочковый. Но вообще так довольно долго, довольно много игрового времени Евгений Пашутин предоставил ей на позиции плеймейкера. Федя Лихолитов сейчас очень здорово изображал потерявшегося Деда Мороза, заблудившегося в многоквартирном доме. Не увидел он, вернее тщательно сделал вид, что он не видит забегающему за спину Водопьянову. Здесь Фризон вообще такой рабочий перехват совершает. Ой-ой-ой, это пас на вырост. Если бы в Моне было метра три с половиной, мы бы свою потрясающую слэм-данк увидели. А может быть Виталий Фризон отдавал пас баскетболисту, которого видел только он. В принципе правила матча звезд позволяют и такие поступки совершать, почему нет. Марина Карпунина, баскетболистка из подмосковного «Спартака» и Ирина Соколовская. Центровая, Вологды готовятся войти в игру, но может быть это ошибка в техническом протоколе. Амплуа Ирины Соколовской обозначена как дата, центровая, но 186. Росту, наверное, угорячили все-таки в составе этого протокола. Красивый мяч, Егор Вяльцев забивает, тут же падился, бросает быстрый прорыв. Федор приглашает под кольцо, хитрец, хитрец Лихолитов, хотел он смачно, как умеет, наверное, только Федор в нашем чемпионате, зачетлить полю. Но и тот оказался парнем непромах, разгадал коварный замысел партнера по сборной. Взял, да и сделал скидочку на Фризон, который легкие два очка из-под кольца набрал. Итак, вновь Сергей Быков на паркете у красных, Верен Соколовская, Марина Карпунина. Ну что, будут? Моня не дал Карпуниной отличиться сам. Сам решил взять игру на себя, отличный пас на Федю Дмитриева, представителя питерского «Спартака», которого особенно тепло, по идее, встречают трибуны, забивает мяч сверху. Антон Панкрашов, здесь Пашутин готовит ответ и в этом смысле. Всем известно, что Панкрашов начинал свой путь в большом баскетболе именно в городе Нынееве, поэтому, опять же, пытается он и на данном этапе уравновесить симпатии зала. Падюс, очевидно, их трехочковым попаданием. Савиа сравнивает счет 47-47 и двойную замену готовит Евгений Пашутин. Ирина Соколовская нарывается на блокшот Водопьяновой. Здесь Падюс вырывается из цепких объятий Сергея Быкова. Немножко неточный пас, но Моня из-за дуги. Моня пробоваться не может сегодня с дальней дистанции, раз за разом поражает цель. 50-47. Белые не только догнали, но и обогнали соперника. И что, Евгений Пашутин и Евгений Гомельский вынуждены брать этот тайм-аут. Вот сейчас Федор так лихолитов посмотрел на табло и изрядно удивился тем числам, которые он увидел. Да, Федя, пора догонять соперника, который ушел вперед и останавливался, судя по всему. Не собирается. Но так Евгений Пашутин здесь сурово общается со своими подопечными. Я так смотрю, Ирина Соколовская даже страшно немного стала. Ну а очень расслабленная атмосфера на скамейке запасных белых. Станислав Георгиевич Еремин, ныне генеральный менеджер Казанского Уникса. Но вот соскучился. Сразу видно Станислав Георгиевич по тренерскому ремеслу. В тот момент, когда Игорь Грудин так стоял в сторонке, беседуя с девушками. Так довольно активно тайм-аут Станислав Георгиевич проводил для своей команды. Хотя, в общем, номинально главным тренером является Игорь Грудин. Но он возьмет свое во второй половине встречи, когда по регламенту этого матча три девушки одновременно должны будут находиться на паркете. Алисина защищается против Панкрашова и мажет Антоха. Вот так-то. Самойленко обогнал мяч, подождал. Его отличную скидку делает на партнершу. Федор Дмитриев. Трехочковое попадание. Взрыв восторга на трибунах. Карпунина мчит в быстрый прорыв. Как врагу просто Сергей Быков, Татьяне Щеголевой делал эту передачу. Но вот хорошо Никита вернулся и помог своим забрать этот мяч. Ой, как грубо, как грубо. Федор Дмитриев против Панкрашова играет. Продублирую. Замена Карпунина, Быков и Курбанов. Отправляются на скамеечку запасных. Вяльцев, Саврасенко и Обросимова входит в игру. И очередной тайм-аут. Ну вот уже Игорь Грудин. Похоже, нашел, что сказать в мужской части своей команды. Так долго заходил к Сергею Моне. Но в итоге первый спич тренера адресован Лисиной. Которая не выловила очень хорошую передачу. Не то, что не выловила. Не выловила так, как было задумано. Хорошую передачу, которую поделось ей делал. Испод кольца. Ну такой короткий получился тайм-аут. Для тех, кто интересуется, что кричат игроки той и другой команды в тот момент, когда перед выходом на площадку вот так. Собираются в кружок. Удовлетворю ваше любопытство. И те и другие кричат «Россия». Очень патриотично, на мой взгляд. Итак, красный в атаке. Щеглева под кольцо. Федор Дмитриев сделал шаг навстречу Татьяне. Потом вспомнил, что прыгать ему нельзя. Ну и застыл так полупозиция. Татьяна Щеглева два очка из-под кольца забила. Алисина против Щеглевой. Здесь Саврасенко с Панкрашовым так серьезно заборолись за подбор на своем щите. Пожадничал. Пожадничал Антон. Существенно испортил статистику бросков, но зато в графу подборы на чужом щите пополнил изрядно. А вновь Панкрашов с мячом. Двоечку Саврасенко предлагает. Но все-таки... Какой же это падеус, позвольте. Антон Панкрашов типичный. Все-таки домучил. Домучил эту атаку. Все-таки забил мяч. Но может быть теперь с кем-нибудь поделится улыбкой своей Николай. Вернее Антон. Естественно запутал меня уже информатор. И она к нему какоится не раз еще вернется. Данилочкина появилась на площадке. Ну а здесь Лисина блестящее взаимопонимание с Федором Дмитриевым продемонстрировала. Жаль, что еще сто лет придется ждать до следующего раза, когда эти команды выйдут на площадку друг против друга. Лишь раз в сто лет проводятся такие поединки. Да, чаще не имеет смысла. Красные в атаке. Панкрашов высоко на периметре навешивает с запасом Егора Вяльцева. Но самое забавное в этой ситуации было то, что едва не попал в кольцо. Антон Панкрашов все-таки в клубе вынужден на позиции разыграющего выступать. Ну и в первую очередь, естественно, должен думать о том, чтобы дать сыграть партнерам. Но вот в матчах звезд Антон Панкрашов решил так добрать, выбрать норму по броскам за весь год. Но с другой стороны, вот сейчас свои прямые обязанности Антон исполнил. Нашел на периметре Татьяну Щеголеву и та из-за дуги не промахнулась. 55-54, Алисина разыгралась, поймала кураж центровая подмосковного Спартака. И так довольно часто огорчает красных. Ну вот Светлана Бросимова, глядя на это, Даня решила внести свою лепту в красную очковую копилку. 57-56 белые впереди, Моня. Ну не его дистанция, это сегодня. Если бы бросал трех очков, обязательно бы Моня забил. Саврасенко, чудо пас, Абросимова просит ей навесить, а Вяльцев атакует. Нет, ну вы видели это, а? Что творят эти молодые разыгрывающие? А вдруг Светлана Абросимова накопила столько сил не с самого начала сезона? Она играет за свою команду. Может быть, сэкономила сил, сейчас бы как вколотила мяч сверху. Кто-то радости бы было, но пожадничал, пожадничал Егор Вяльцев. Но и здесь Монкрашов все-таки не удержался и дошел до того, что накрыл. Бросок соперницы или наоборот. Какое это имеет значение? Впрочем, 57-56 белые впереди, довольно результативно проходит эта встреча. Так, с гарантией за 100 очков. Пока идут те и другие, но и 28 секунд остается сыграть командам в первой половине встречи. Ну, опять же, так, у белых все спокойно на скамеечке. Занеслав Георгиевич там к Монне и Дмитриеву в основном обращается, апеллирует. Ну, и так все спокойно. У красных Евгений Пашутин все-таки старается как-то вести игру, раздобыл. Буквально вырвал у нашего брата-журналиста несколько листов бумаги и старается там чертить схемы, старается варьировать какие-то варианты тактические. Евгений Пашутин... Так что приятно за всем этим наблюдать. Итак, закончен тайм-аут. Обросим его Панкрашов, Курбанов, Щеголева, Саврасенко на площадке. У них, у белых, Моня, Дмитриев, Лисина, Самойленко. И Данилечкина, если я не ошибаюсь, Панкрашов забил штрафной в очередной раз, сравнял счет в этом матче. И второй забил, ну и после чего изобразил паровозик. Такой сказал ту-ту и покатил назад. Самойленко. Вот Панкрашов здесь решил своего оппонента прихватить. Настолько, что Дмитриеву пришлось поставить заслон своему разыграющему. Панкрашов против Саврасенко. Неравноценный размен. Вот так! Может быть, не всегда девушки могут забить сверху. Но что касается точности бросков, тут, конечно. И Светлана Обросимова отвечает Данилочкиной сказочным попаданием в сиреной. Ну что, первая половина встречи завершена. Белые впереди со счетом 61-58. Ну а сейчас в большом перерыве всероссийского матча «Звезд» идет чествование лучших игроков за всю историю советского российского баскетбола. Отечество, назовем это так. Определены лауреаты были в результате голосования болельщиков. И была составлена символическая пятерка у мужчин и женщин. Лучшей разыгрывающей в истории отечественного женского баскетбола была призна Татьяна Овечкина. Лучшим вторым номером, лучшей атакующей защитницей Надежда Ольхова. Вот она на ваших экранах. Ну и, собственно, получают наши заслуженные ветераны своей заслуженной призы. Мощный форвард. Четвертый номер. Наталья Засульская. Вот она появляется на ваших экранах. Путь свой в большой баскетбол Наталья начинала в Санкт-Петербурге. Стала олимпийской чемпионкой в 92-м году под руководством Евгения Гомельского. Ассистента Евгения Пашутина в составе красных. Игрок столетия. Центровая. Ульяна Семенова. Ну и Ульяна Семенова, дорогие друзья, конечно же, вы помните эту суперцентровую Рижского ТТТ, которая доминировала на площадках на протяжении многих-многих лет. Волновались все, что не позволит состояние здоровья Ульяне Семеновой прибыть на этот матч звезд, но все-таки смогла. Видно, как непросто дается ей передвижение, но мужественно держится она. И с лица Ульяны Семеновой не сходит улыбка вот на протяжении всего этого матча. Несомненно, лучший центровой и лучший игрок в истории отечественного баскетбола, столетие которого мы сегодня с вами так широко отмечаем. Ну и пришла пора символической пятерки среди мужчин, лучший разыгрующий за век отечественного баскетбола, Иван Едешко, автор «Золотого паса» в финале Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году. Лучший атакующий защитник в столетии Сергей Белов! Лучший атакующий защитник Сергей Белов! Человек, опередивший свое время в том же самом финале 1972 года, стал он самым результативным баскетболистом в составе российской команды. Первым очень уверенно начал исполнять он бросок в прыжке. Так, как делал он, делали покли тогда только единицы, и сейчас, в принципе, многие современные баскетболисты могут у Сергея Саныча поучиться технике этого броска. Ну и Александр Белов также вошел в пятерку отечественного баскетбола. Александра Белова, увы, нет с нами. И Александра Федикова, его вдова, получает приз. Александр Белов признан лучшим четвертым номером за всю историю отечественного баскетбола и лучшим игроком. Создавающим славу и визитию нашего баскетбола! Лучшие игроки! Стретия! Господь и Литвенка! Ну и два игрока не смогли, к сожалению, прибыть на эту церемонию, попавши в пятерку. Это Андрей Кириленко, лучший легкий форвард по вполне понятным причинам. У Андрея за океаном в разгаре сезон. И Арвидас Сабонис также. Дела не позволили ему принять участие в этом праздновании. Арвидас Сабонис был признан лучшим центровым. Ну и, кроме всего прочего, был награжден он орденом дружбы. Указом президента Российской Федерации аналогичного ордена удостоились Шаруна Спурчуленя, Судьяна Семенова и Александр Волков. Ну а Сергей Белов стал кавалером ордена почета. Вместе с ним этой высокой наградой был удостоен и Геннадий Вольнов, олимпийский чемпион 72, Евгений Гомельский, Иван Едышко, Алжан Жармухамедов, Александр Овчинникова, Ирина Сумникова, Нелли Ферябникова и, о чем хочется объявить особо с огромным удовольствием, Сергей Николаевич Тараканов, генеральный менеджер сборной России, наш коллега. Ну и сам, Мари, первой половины, наблюдайте. Было достаточно много симпатичных атак, но и в этом эпизоде очень, видите, аккуратно. Федор Лихолитов спрыгивал с колечка, чтобы, не дай бог, не зашибить. Михаил Давыдов был, конечно же, главным действующим лицом этого матча в первой четверти. Просто фантастически отработал свой отрезок, но мало того, что жестко следовал рамкам правил, так еще и шоу делал наш прославленный арбитр. Но вот Евгений Пашутин здесь увлекся, трех мужчин вновь он отрядил на паркет, а нет, теперь девушкам дорога. Три девушки должны быть единовременно на площадке и два молодых человека, назовем это так. Итак, у красных, которые, знаете, счет в перерыве решили сравнять. По-моему, одна из команд выиграла у другой, какая у какой, я не помню. Но вот решили, что Бессору-Беспору при счете 60-60 команда начнут вторую половину. Ну, почему, собственно, и нет. Итак, Вяльцев-Шабалкин на площадке у красных, Татьяна Щеголева, Ирина Осипова и... Екатерина Тимагина, которая атаковала сейчас из-за дуги, но не забила. Что касается белых, у которых появился только персональный фанат, который скандирует белые-белые. Сергей Моня, Николай Падюс, алиук не прошел. Мария Степанова. Девушкам можно крыть друг друга. Ирина Осипова сполна воспользовалась этим правилом. Маша, мне показалось, даже как-то приобиделась немного. Она подругу по сборной, ну и добила мяч в цели. Ну, помимо Маши на площадке Натальи Водопьянова и Ольга Артешина. Моня разгоняет контратаку своей команды. Ну что, попытаются они еще раз в парашюте к спадиусам сыграть? Нет. Артешину нашел в углу. Димагина вновь ставит блокшот Вяльцев. Ну, тут немножко такой стритбол у нас начинается. Тем не менее, Егор Точин. Вот, роскошный пасад. Сколько Марпола Мони отдает на Водопьянову. Наталья торопится. И немного, как-то может уже приостановиться, что-нибудь придумать в позиционном нападении. Эдакое Моня Осипова его останавливает. Падюс из-за дуги промахивается. Но подбор остается за белыми. Вдовь Падюс под кольцом. Почему бы и не попытаться было бросить за счета? Вот, например. Шансы поразить кольцо практически нулевые. Но зато, если забьешь, герой. Щеголева здорово отбилась против двух соперниц в этом быстром прорыве. А Моня перехватывает. Набросик Шабалкина. Не пуская к мячу Егора Вяльцева, который так уже высоту набирал. Вот пока никак Моня с Падюсом не могут набросить друг к другу. Лучше всех пока эту передачу удалось Виталию Фридзону отдать. В первой половине Вяльцев так лихо шагал, что прыгнуть, похоже, немножко подзабыл Егор. Но все-таки так до кольца дотянулся. Водопьянова после скидки Падюса атакует. Здесь штурм кольца. Красные отбиваются. Демагина. Ой-ой-ой. Как грубо. Вот лихолитов забрасывает. Скамейка запасных красных забрасывает Колью Падюса полотенцами в знак протеста. Чтобы не обижал маленькую Демагину. Ну и замена. Тройную провел Евгений Пашутин. Шабалкину осиковую Демагину он заменил. Карпунина появилась на паркете. Саврасенко вернулся в игру. И Светлана Абросимова. Щеголева здорово в угол на Вяльцева. Потому что знала, что забьет. Потому что, конечно, более эффектно смотрелась бы передача на Саврасенко. Слепой пас. Но вот на Вяльцева. Здесь поаплодировала Коля Падюсу. Татьяна Щеголева. Оценила. Она его полет к кольцу. А Саврасенко едва блокшот от Водопьяновой не получил. Но все-таки сумел в последний момент уберечь и мяч, и руки. Что немаловажно. Девушки так, входя в рашу, в общем, особо не мучаются, выбирая средства. Бьют на поражение. И, в общем, рисковал сейчас Саврасенко получить очень болезненный удар по рукам. Вяльцев на периметре приглашает его гостеприимно. Падюс пойти под кольцо. Начали там смыкаться. И что, Падюс очередной слэнд-дак будет исполнять. Красиво. Ну и Светлана Абросимова молодец. Так. Ускорилась. Обозначила сопротивление. И, несомненно, добавила красоты эпизоду. Причем не только игровой, но и общечеловеческой. Наверное, здесь вы понимаете, о чем я. Саврасенко. Прекрасный. В одном прыжочке поймал этот мячик и аккуратно так переправил его по назначению. Вообще так позлее игра пошла во второй половине, несмотря на то, что... О! Дриблинг Алексея Саврасенко. From coast to coast. Такое редко увидишь. Ну, от кольца до кольца, я хотел сказать. Почти справился с этой задачей. Вернее, не то чтобы почти, а справился. Да, был эпизод, когда оказалось, что мячик, как лягушка, ускачет сейчас от Алексея. Но сумел он его укоротить. Теперь вот под надежным... Защитой арбитра. Игровой снаряд. Находится очередной тайм-аут. Евгений Пашутин здесь призывает Татьяну Щеголеву и Алексея Саврасенко. Более плотно взаимодействовать в нападении. Ну, теперь Ван Карашову и Курбанову. Его спич Евгений Яковлевич здесь, Гомельский, берет инициативу в свои руки. Ну, а на скамейке Белых опять такая тишда гладь индивидуальными беседами в основном наставники Белых ограничиваются. Вот сейчас Данилочкина получила персональную поддержку от Игоря Санчегрудина. Ну, и Станислав Еремин здесь побеседовал по душам с Никитой Моргуновым во время этого тайм-аута. По-прежнему равный счет на табло 70-75-27 до конца третьей четверти. Пан Карашов, Саврасенко, Карпунина, Обросимова-Щеголева на площадке у Красных. Водопьянова, Степанова, Данилочкина, Самойленко и Моргунов на площадке у Белых. Отличный, отличный пас на Петра Самойленко сделала Мария Степанова. И Петр легкий, два очка набрал. Ух ты, здорово как открылась Татьяна Щеголева. Ну, и волшебный самонаводящийся пас Антона Бакарашова, конечно же, стоит отметить по итогам этой атаки. Никита Моргунов вниз на Степанову. Почему бы не поставить заслон и не оставить Степанову против, ну, допустим, Саврасенко сыграть. Был бы очень интересный вариант, так как Алексей по правилам этого матча был бы лимитирован в выборе защитных средств. В общем, почему бы нет? Было бы очень любопытно. Он Крашовов. Ну, вот на этот раз сам Антон решил забить. Никита. Скидка на Данилочкину. Промахивается та и... А бросим его Карпунину. Быстрый прорыв бросает. Данилочкина успела вернуться остановить. Водопьянова перехватывает. Ну, вот теперь Мария Степанова в роли разыгрующего недолго побыла. Немножко такая серия ошибок началась у команд. Данилочкина накрыла Карпунину, но девушкам можно накрывать броски соперниц. Щеголева и Алексей Саврасенко отправляются отдыхать. Курбанов и Соколовская возвращаются в игру у красных, ну, а у белых пока без замен. Никита Мургунов как-то так далековато от кольца действует, позволяя там девушкам резвиться под щитом в своей команде. Но, с другой стороны, действительно так старается на вторых ролях Никита пребывать. В конце концов, он уже заслуженный. Не ветеран еще, но баскетболист очень заслуженный. Тут Никита Юрьевич загдай, что ли, хочет взять интервью по ходу матча. Но, похоже, не для нас. Очень жалко, очень жалко Татьяну Щеголеву, там Никита Юрьевич мучает своими вопросами. Татьяна Щеголева показывает ему, как она играет в защите против парней. Было пару эпизодов в этом матче. Ну, а на площадке у нас очередная ошибка, и белые мчат в быстрый прорыв. Но вот со второго предъявления Елена Даниловичкина цель поразила. Из того же угла все-таки настояла на своем. Грашов один на один, Самойленко остается, просит заслон. Вот Гурбанова здесь дриблинг зажигательный демонстрирует, и обросим его, находит. Вновь мяч у Антона Панкрашова, сам бросит, конечно же. Антон, четыре человека у тебя еще в команде. Три девушки, дай же им поиграть, но не слышит. Не слышит, нас Антон очень хочет забить. Да, пошел на поводу Евгения Пермякова, Никита Моргунов. Все-таки сделал передачу на Водопьянову, но Таталья этой передачи не совсем ждала, скажем так. Массовые замены, Екатерина Лисина у белых появляется на площадке, Ольга Артешина, Виталий Фридзон и Федор Дмитриев. Ну и соскучились мы уже, да, без Феди Лихолитова, куда же без него. Он на площадке у красных, Сергей Быков. И, ай-яй-яй, как обидно. Вроде бы здорово набрасывал Сергей, должен был его экс-партнер по московскому «Динамо» завершить эту атаку смачным танком. С другой стороны, думаю, судьи бы закрыли глаза, если бы Федор просто повис на кольце и со второго предъявления воткнул бы этот мяч, но не стал. Так уж грубо совсем нарушать правила игры Федор Лихолитов. К тому же была велика вероятность, что случайно кого-то из девчонок мог он зацепить, так что максимально сократить свой этюд на кольце Федор постарался. В общем, собственно, поэтому и не забил. Фридзон из-за дуги мажет Федор Лихолитов. Так, напугал его Чоско-Дмитриев. Дубль два. Ну, вот стал набросимый. Более опасным этот наброс получился. В том плане, что, опять же, рисковала она попасть в кольцо. И очень грубо. Екатерина Лисина против Сергея Быкова играет. Просто едва не вкатала того в паркет. Да, забавный эпизод. Получился. Ну, с Быковым все в порядке. Я вижу, без посторонней помощи он поднимается на ноги и готов. Готов продолжить игру. Федор Лихолитов. Один трюльник, который он сегодня, между прочим, забил. Ну, вот сейчас гневную отпричь от Евгения Яковлевича получил Федор Лихолитов. Но Саврасенко Калибу Паплуа поддержал. Нормально, нормально, Федор. Сказал Алексей. Дословно. 78-74. Белые впереди. Интересно, какую штуку выкинет табло с последним в коротком перерыве. Алисина в проходе. И вот это, да. Вот это полукрюк. Алексей Саврасенко сейчас так мог почерпнуть для себя кое-чего. Но новое. В ходе этой атакующей акции Екатерины Лисиной. Ирина Осипова мажет. Ирина, Дмитриев. На коротке на Артешину. Фридзону. Хорошо двигается мяч-то в этой контратаке. Данилочкиной он в итоге приходит. Да и не промахнулась Елена. Второе ее попадание во второй половине. Вообще, если я не ошибаюсь, Елена Данилочкина один из самых результативных игроков этого матча. Вот табло ей отсчитало 10 набранных баллов за результативность. Но после первой половины было 7 на счету Елены Данилочкиной. И вот точно два трюльника она в третьей четверти забила. Ну да ладно. Белые вновь уходят вперед. Федор Дмитриев пытался накрыть бросок Щеголева и прыгнул. И руки ставил. В общем, фолк надо было давать. Но тот получил свое. Федор Щеголева его догнала. И пощекотала. Да. Это ужасно, между прочим. Защекотать можно до спорта. И тем временем Быков сиреной устанавливает окончательный счет первой половины. Если мы ничего не напутали, 83-76. Белые впереди. И после третьей четверти. Так, все готово к началу четвертой четверти матча. Звезд российского баскетбола. 83-76 впереди команда Белых. Которая в стартовом, в официальном протоколе обозначена как «Звезды России 2». Ну вот, собственно... Видимо, это Белых немножко раззадорило. Собственно, и пытаются они показать своему сопернику, своим соперникам и соперницам, кто здесь, собственно, номер один, а кто здесь, собственно, номер два. Вот так-то. Пока у Белых это получается значительно лучше. Ну а сейчас идет награждение арбитров и инспекторов, обслуживающих матчи Российской Суперлиги, матчи Еврокубков. Михаил Петрович Давыдов, также прославленный наш прошлым, арбитр был на переднем плане, в цивильном костюме, не в судейской форме. Сергей Борисович Иванов, Сергей Валентинович Кущенко обмениваются впечатлениями. Об этом матчи. У меня предназначена копия из газеты «Ленинградская правда» от 1 июня 1943 года. Так вот, эта газета сообщает, что 30 мая... ...что 30 мая завершился боскетбойный турнир города Ленинграда. 1 июня 1943 года. В нем приняло участие 14 команд. Победителем среди женщин стала команда с архивного общества «Бурелесик», среди мужчин команда завода, где директор товарищ Жудра. «Ленинградская правда» – 1 июня 1943 года. Этот город не наблюдит. Эту страну не наблюдит. Ну и сделал я паузу в своем репортаже, чтобы вы послушали этот экскурс в историю исполнения Евгения Пермякова, вице-президента Пермского «Ролгрейта», который сегодня исполняет обязанности ведущего этой встречи. Ну действительно, в страшные дни блокады не забывали в городе Наневе о спорте. И вот в архивах обнаружен был номер «Ленинградской правды», выдержку из которого, собственно, Евгений Пермяков для вас и зачитал. Ну что же, все готово. К началу четвертой четверти этого матча у «Белых» на площадке Елена Данилочкина, Ольга Артешина, Екатерина Лисина, Федор Дмитриев, Виталий Фридзон. Дмитриев, атака с дальней дистанции не точно, у «Красных» на паркете. Татьяна Щеголева, Марина Карпунина, Светлана Обросимова, Егор Вяльцев и Алексей Саврасенко. Вот первый и пятый номер, позиции первого и пятого номера ключевые в баскетболе за мужчинами. Сейчас у «Красных», но все-таки, несмотря на это, Карпунина все-таки выбрала момент для прохода. Вообще, Марина очень здорово проходит в играх, очень эффектные мячи она забивает в таких проходах. Но вот сейчас промахнулась, Вяльцев мчит в быстрый прорыв, и Карпунина наравне. С ним-то бежала и Фридзон награждает партнера по сборной потрясающим блокшотом, роскошнейшим. Подорвался Виталий, что называется. Это очень избирательно вынуждены парни противостоять оппонентам в защите. Но вот здесь накипело. Увидел, что мужчина взмыл Виталий Фридзон и роскошным блокшотом остановил эту атаку «Красных». Но теперь через руки Щеголевой Фридзон атакует из-за дуги не точно. И Саврасенко мчит в быстрый прорыв. Щеголева какая красавица. Ему все успело в этом эпизоде. И подразнить Вяльцева. И дать ему понять, что дырку на дублика получат, а не передачу. И он ловнутся трибуном. И после этого все-таки выдать замечательный пас. А ну а вот и Вяльцев с Фридзоном рассчитался за горшок. Паре от окрани. Ну и тут же потеря у Егора. Но, впрочем, не будем строго его за это судить. Данилочкина мчит вперед. От обидных вариантов у Елены глаза разбежались. Очень хотела сделать она красивую резкую передачу под кольцо на Федю Дмитриева. Она не справилась с управлением и мяч улетел от нее. Итак, тайм-аут очередной. Красненькие подбираются соперникам. Всего лишь три очка они проигрывают в этой минуте. На скамеечке у белых. Там просто ребята и девчонки отдыхают. Наслаждаются общением друг с другом. Ну, действительно, когда еще в следующий раз сыграешь в таком составе. Ну, а на скамейке красных тренерская работа кипит, не переставая. Очень серьезно. Евгений Яковлевич Гомельский и Евгений Пашутин подошли к своей роли. Итак, Карпунина, Обросимова, Щеголева, Саврасенко, Вяльцева на паркете у Красных. Фризон, Дмитриев, Данилочкина, Степанова и Водопьянова. К сожалению, он не смог умереть в Саврасенко, потому что завтра в Италии тренирует сборную легионеров на матче всех звезд. Но он передал огромный привет всему Петербургу, который навсегда остался в его сердце. Вновь Щеголева сказочный пас выдает на своего партнера по команде. На этот раз конфетку Алексей Саврасенко получил. Не забить он не мог. Мария Степанова чуть-чуть Федя Дмитриев своим пасом в нокаут не послал. И Саврасенко убегает в быстрый прорыв. И красные выходят вперед. 87-83. Фризон не желает с этим мириться и забивает из угла. Но вот, после тайм-аута. В первом матче состоится розыгрыш Фризон под Российской Федерацией. С блеском результативности мы с вами наблюдаем. Саврасенко не позволили шестое подряд очко набрать. Впрочем, надолго ли? А бросим его. Со средней дистанции очень четкий бросок. Быстрый, резкий. Почти мужской. Но вот точности ему, к сожалению, не хватило. Фризон против Вяльцева. Но эта парочка уже потешила нас красивыми эпизодами. Вяльцев второй блокшот Фризону отвесил Саврасенко. Хо-хо! Алексей, ты лучший! Шесть очков подряд. Армейского центрового кольцо не пострадало. А Фризон получает блокшот от Татьяны Щеголевой. Вот так-то! Просто решительно требую этого повтора, решительно требую. Хочу увидеть, как Татьяна Щеголева накрыла Виталия Фризона. Просто бездну восторга этот эпизод вызвал на скамейке запасных красных. И Татьяну Щеголеву тут едва не задушили. В объятиях она не устает издеваться над бедным Виталием. Пошла и поддразнила его на скамейке запасных белых. Ну, естественно, пожалуй, руку улыбнулась. Очень здорово. Моня появился на площадке у белых. Моня в первой половине был самым результативным игроком матча за счет того, что никак он не мог промахнуться с дальней дистанции. Вот, кстати, в его исполнении бросков сверху мы, по-моему, сегодня еще не видели. Тем временем, Светлана Абросимова очередные два очка набирает. 90-86. Красная впереди. Щеголева вышла на подстраховку. Вновь она готова помочь Саврасенко в случае, если Моня пойдет к кольцу. А вот Алексей, а ну, с другой стороны, да, действительно, сильно, кроме как моральной помощи, он уже помочь, хотя, что говорили, не мог. Но Алексей что-то раздухарился уже. Нужно искать. Игорю Грудину какое-то противоядие против раздушивавшегося Саврасенко. Ну, Егор Вяльцев тут продолжает демонстрирует чудеса дриблинга. И очень хорошие передачи этому самому центровому выдает Егор. Ну вот, а Татьяна Щеголева теперь заслуженные поздравления от Сергея Николаевича Тараканова получает. Ну, чем черт не шутит, может быть, и в сборную мужскую получит приглашение Татьяны Щеголева. В конце концов, почему нет? Да, пять минут, тридцать одна секунда остается до конца этого матча. Как-то незаметно он пролетел. Ну, действительно, такая замечательная атмосфера царит и на трибунах, и на площадке, что действительно в такой хорошей компании время летит незаметно. Девяносто два восемьдесят шесть. Красный впереди. Лисина, Водопьянова, Артешина, Моня, Падзюс на площадке у Белых. Обросимова, Карпунина, Щеголева, Вяльцев и Курбанов. Появляются на площадке у Красных. Лисина далековато от кольца, но от последней минуты, кстати, могут встать... Могут затянуться, могут в конце концов почувствовать участники этой встречи спортивный азарт и схватиться, что называется, всерьез. Здесь очень важно, чтобы у девушек обошлось без травм... Моня против Обросимовой. Ну, молодец, Светлана. Все-таки не сразу, скажем так, вообще не пустила Моню под кольцо. Выгнала сначала за трехочковую дугу. Там он уже за счет резкости Обросимову опередил. Но, тем не менее, отличиться Муни в той атаке так и не удалось. Сразу после окончания матча «Звезд» здесь, в юбилейном, состоится еще одна игра. Сыграют ветераны, мужчины, команды «Балтийская звезда» и «Реал Мадрид». Красные продолжают свою атаку. Вяльцев из-за дуги. Падиус опаздывает выйти на Егора. И очередное дальнее попадание Егора Вяльцева. 95-88. Такое впечатление, что... Егор делает заявку на титул МПП этой встречи. Четвертая четверть особенно ему удается. Несколько эффектнейших передач. Несколько попаданий из-за дуги. Но, честно говоря, не думаю я, что будет определяться лучший игрок этой встречи. Все-таки очень тяжело будет тут в критериях просто-напросто разобраться. Карпунина. Как поборолась под щитом. Но все мы прекрасно знаем бойцовский характер Марьины Карпунины. Несмотря на не самый высокий рост подборов. Подборы очень часто она выигрывает. Абсолютно ничего не боится. И всегда идет на щит, невзирая на рост противостоящей ей соперницы. 97-90. Красный впереди. Но вот щеголево резковато сейчас играл против Лисиной. Но, естественно, выступать никто не хочет. Петр Самойленко возвращается в игру у белых. Меняет Николая Падюса. Петра Самойленко мы тоже с вами прекрасно знаем, как парня злого и неуступчивого. Вяльцев обокрал. Обокрал Лисину внизу и забьет сейчас сверху. Красиво. Ничего не скажешь. Владимир Дадугин, один из арбитров, сейчас поздравил Егора с этим успехом. Моня. Увидел перед собой Татьяну Щеголеву и отвернул. Ну что, не мазал Моня из-за дуги и продолжает в том же духе. До 6 очков сокращается преимущество красных. 99-93. Они впереди. Ну и в последние 2 минуты 50 секунд, судя по всему, в полную силу будут играть. Участники пленных брать не будут. Ни те, ни другие. Вот видите. Алисина пыталась противостоять Никите Курбанову. Не вышло. А Водопьянова мажет из-под кольца. И видите здесь. Не дают. Не дают. Красный спокойно поражает свое кольцо. Еще бы лево там боролась и Карпунина. В итоге сфалила. Наталья Водопьянова. Два штрафных пробьет. 2.23 до конца. В 8 очков уступает ее команда. А Грудин подзывает к себе Петра Самойленко и говорит о том, что нужно прессинговать. Но вот, к сожалению, не сумела Наталья забить второй штрафной. Было бы удобнее разобрать своих оппонентов. Но сейчас Саврасенко будет поближе, естественно, действовать к разыгрывающему соперников. Егор Вяльцев ему в данный момент является. 2 минуты 10 секунд до конца четвертой четверти. Курбанов. О, это Моня. Свой блокшот бывшему одноклубнику отвешивает. А Водопьянова вновь под кольцо. Вновь там нелегкие два очка. А Наталья своей команде приносит. 6 очков преимущества у Белых. Курбанов из-под кольца. Лисина чуть-чуть запаздывает с тем, чтобы пойти на подстраховку. Занять позицию под кольцом. Ну, вряд ли, несмотря на то, что всерьез решили схватиться соперники под занавес этого матча. Жестко бы играл Никита против Екатерины. Но вот здесь Моня вновь выстропал мяч у Никиты. И так Курбанов, знаете, уходил из этого столкновения таким обиженным. Вновь была попытка блокшота со стороны Егора Вяльцева. Закрыли арбитры на это нарушение регламента. Марина Карпунина промахнулась. И вот-вот пойдет последняя минута этой встречи. Петр Самойлинка. Легко и непринужденно. И Никита Курбанова обыгрывает. Сборная Питерского спортака всех придет. И Реал Мадрид. За Реал Мадрид сыграют Михаил Михайлов и Хосей Бирюков. Егор Вяльцев. Отличная скидка на Курбанова. Промахнулась. Света Амброси, Аброси мы выезды в угла. 35 секунд. У белых на то, чтобы спастись в этой встрече. Ну, нужно, наверное, по логике игры умышленный, неспортивный фолд давать. С тем, чтобы дать возможность белым приблизиться в счете к сопернику. Выходит Данилочкина вместо Артешиной. Данилочкина сегодня отличилась несколько раз в бросках из-за дуги. Выходит Виталий Фридзон вместо Самойлинка. Опять же, в дальних бросках чувствует себя поувереннее Моня. Ну, вот первый промах из-за дуги у Сергея Мони в этом матче. Ну, что же. Истекает последняя секунда этой встречи. Обросим его здесь. Демонстрирует Эндвановский триблинг. Ну, что придумает Вяльцев под занавес. Со счетом 103-98 красные под руководством Евгения Пашутина и Евгения Гомельского одерживают победу в этой встрече. Ну, и вот Вяльцев эффектно расписался. Сумасшедший бросок от забора. Устанавливает окончательный счет. 106-98. Ну, что. Слаженная работа тренерского дуэта двух Евгениев, Пашутина и Гомельского дала свои плоды. В концовке все-таки дожали. Они соперника, который, конечно же, сопротивлялся. В исполнении белых мы увидели много захватывающих двух моментов. Но все-таки красные оказались сильнее. Сергей Викторович. Ну, что. Россия вошла в историю. Удалось нам придумать очень привлекательный для зрителя формат. Не утихают, что уж греха таить, дискуссии в среде рядовых любителей баскетбола. А какой же все-таки интереснее, зажигательнее, мужской, женский. Почему бы не скрестить тот и другой, подобной Федерации баскетбола. И результат этого эксперимента получился, на мой взгляд, удачным. Да что я об этом говорю. Вы сами все это только что видели. Ну, и огромное спасибо. Хочется сказать Российской Федерации баскетбола за то, какой праздник действительно не только для любителей этой игры, организован здесь, в Петербурге, но и для тех, кто отдал баскетболу долгие годы жизни. И, к сожалению, многие-многие частицы здоровья. Фотография на память. Этот матч, несомненно, войдет в историю мирового баскетбола. Станет он первым, в котором одновременно на площадке играли и мужчины, и женщины. Ну и давайте любоваться фрагментами этого матча. Самый, наверное, эффектный эпизод – это вот этот потрясающий алиуп в исполнении Виталия Фризона, Николая Павлиуса. Ну и Федор Лихолитов не сумел отказать себе в удовольствии забить сверху пару раз. Михаил Давыдов – один из героев этого матча наряду с баскетболистами. Его судейская десятиминутка также получилась богатой на события, очень яркой. Ну и, конечно же, вот такие эпизоды случались в этом матче, ошибки. Но все это шло от желания сыграть красиво. Слона Бросимова пыталась здесь помешать Николаю Паниусу. Но если так серьезно все-таки попытаться проанализировать, то почему нет? Девушки явно не портили погоду, и это мягко сказано. Передача, которая раздавала своим партнерам Татьяна Щеголева, можно снимать для учебника и демонстрировать детских южных спортивных школах. Ну а с учетом того, что Татьяне даже удалось накрыть бросок соперника мужчины, это уже вообще просто сказка. Ну и мега-бросок Егора Вяльцева с сиреной. Ну что же, праздник на телеканале «Спорт» заканчивается, но здесь зрители станут свидетелями еще ни одного матча. Потом состоится награждение премии «Золотая корзина» по итогам 2006 календарного года. В общем, программа очень и очень широкая. Ну а мы заканчиваем свой рассказ об этом матче звезд. Для вас работал Роман Скворцов. До новых встреч. Оставайтесь на канале «Спорт». Роман Скворцов